Освобождение Херсона и изгнание рашистов с правобережья Днепра может вызвать в РФ повторение эффекта Цусимы времен Первой русско-японской войны. Потеря 21 корабля империи в мае 1905 года была ее крупным поражением, но не означала проигрыш в войне, при том, что Россия утратила возможность атаковать японские острова. Эффект Цусимы, подобно ядерному взрыву, имел несколько поражающих факторов, и фактор военных потерь в нем был не самым разрушительным. Его можно сравнить с ударной волной и воронкой после ядерного взрыва. Больно, но можно перетерпеть, как и любой взрыв. Однако световая волна и радиация меняют многое. В случае Цусимского сражения роль световой волны сыграл психологический шок от него, который испытали все жители Российской империи, уверенные в ее абсолютном военно-техническом превосходстве. В результате этого шока слово Цусима стало нарицательным и довеском к нему стало слово «шапка закидательства». Радиоактивными волнами от Цусимы можно назвать политические события и изменения в менталитете, произошедшие в империи вслед за этим. Русские даже навсегда перестали смотреть на японцев, как на отсталых и диких азиатов. Цусима у Херсона может вызвать подобный шок у россиян. Она также поставит Кремль перед необходимостью объяснить им, что то, чем он занимается пять месяцев в Украине, на всех языках этой планеты, кроме россиянского, называется «войной». Причем независимо от того, как это называют россиянцы и кем они себя возомнили. Кремлю придется менять всю доктрину этой войны, а в менталитете россиян произойдет сдвиг. Какой именно и как быстро, вряд ли кто-то может сейчас сказать, но предложения имеются. Изменения в менталитете, как и после Цусимы, вызовут какие-то политические подвижки. В их контексте, намеченное на 7 октября, 70-летие Путина, будет работать только на его уход. Анализ эффекта Цусимы от поражения в Украине – такое же увлекательное занятие, как и анализ того, кто в РФ захочет и сможет им воспользоваться. Возможны самые различные сценарии с пересечением и наложением друг на друга. Московские аналитики работают с этим не первый месяц по заказам разных башен Кремля, но официальная для всех установка одна – поиск способов не допустить повторения, эффекта Цусимы. Одним из таких способов, получивший приоритет активизировать газовую войну с ЕС, предполагается, если это не позволит добиться желаемого результата отказа Украины от части своей территории, то позволит отсрочить эффект Цусимы, который возникнет из-за освобождения ВСУ и партизанами Херсона и правобережья Днепра. Суть этого способа – снизить поставку газа в ЕС до того технического минимума, ниже которого РФ придется его активно сжигать. В результате, по расчетам Москвы, возникнет причинно-следственная цепочка – резкий и огромный рост цен на газ в ЕС, который запустит маховик инфляции. Инфляция вызовет протесты, которые вынудят страны ЕС заставить Украину начать переговоры с РФ и отдать часть своей территории или приведут к смене правительств в ряде стран ЕС на более лояльные к российскому империализму, возможно, даже на дружественные. Это идиллические ожидания Кремля. Возможны и совсем фантастические приложения к плану. Более приземленное ожидание – просто заставить ЕС уговорить Украину начать затяжные переговоры о сдаче территории и на это время прекратить боевые действия с двух сторон. В Кремле отдают себе отчет, в данной военно-политической ситуации никакое правительство Украины, даже если оно на 30% состоит из шпионов и латентных коллаборантов не может позволить себе за 2-3 дня отдать РФ около 20% территории страны. Поэтому такие переговоры будут неизбежно затяжными, с разными вариантами и что-то нужно вернуть в качестве жеста доброй воли. Этим что-то является правобережье Херсонской области и какая-то часть Харьковской области, которую Москва очень хочет оставить себе. Настолько сильно, что не спешит захватывать Бахмут и Северск, надеясь обменять их на Изюм и Купянск. Расплатиться с ЕС за помощь в организации таких переговоров в РФ планирует газом вплоть до согласия увеличить транзит через Украину. Тут тоже возможны самые разные комбинации. Разумеется, те политики в ЕС, кто поможет с переговором, получат ценные подарки от Кремля. Третий вариант выполнения Москвы этого плана самый реалистичный и сводится к тому, что после двух-трех недель боев в Междуречье Ингульца и Днепра вывести свои войска из Херсона в качестве жеста доброй воли, как с острова Змеиной. Тогда Кремль получит возможность избежать эффекта Цусимы и оттянуть его до 2023 года. Если грамотно сопроводить уход политическим и пропагандистским шумом, то можно даже выдать поражение за победу. Но если Москва устроит затяжную битву за Херсон, то отменить эффект Цусимы не получится, так как военное поражение будет слишком очевидным даже для россиян, а попытки скрыть только ухудшат ситуацию. Для Кремля это вполне приемлемый вариант. Главное, чтобы такой уход не был похож на бегство. Поэтому уже на следующий день после того, как ракеты сделали крупное сито на одном из участков дорожного полотна Антоновского моста, под Херсон срочно перебросили три батальона десантников. Такую перфорацию надо было сделать еще 24-25 февраля и не ракетами, а отбойными молотками. Но маемо, то еще маемо. Приемлемость для Кремля этого варианта не только в том, чтобы избежать эффекта Цусимы, но и получить время, чтобы разобраться с другими проблемами. ВСУ после освобождения Херсона вряд ли будут до конца года проводить крупные наступательные операции и Кремль получит 3-4 месяца на размышления. Проблемы Кремля растут как снежный ком, причем большую часть он создает себе сам. В частности, резкое снижение подачи газа в ЕС через Северный поток-1 и ГТС Украины, которое началось со средины июля, должно было по плану произойти в сентябре. Но Кремль решил стартовать на пару месяцев раньше из-за риска, что в августе может возникнуть Цусима не только в Украине, но и в Сирии. Эрдоган еще в мае анонсировал новую военную операцию против террористов, но и не уточнял каких и не спешил с началом. Не секрет, что дамасского мясника Башара он считает самым опасным террористом. Асад это знает, поэтому 27 июля его генералы заявили, что готовы отразить любое турецкое вторжение. Этому предшествовали три дня ракетных и артиллерийских перестрелок с турецкой армией и национальной армией Сирии. Авиация РФ в этом тоже участвовала. Какие-то иранские подразделения заявили, что будут защищать Асада, но их активность не понравилась Израилю и он для профилактики разбомбил не только иранский завод по сборке дронов в Сирии. Иордания заявила, что ей не нравятся провокации асадистов на границе и контрабанда наркотиков. Все это стало происходить после приезда 18 июля Эрдогана в Тегеран и появления там Путина 19 числа. Неудивительно, что Эрдоган при встрече с Путиным заставил себя ждать. Синхронное наступление в августе в Украине и Сирии дает Эрдогану сильные козыря. Ракетный обстрел Россией 23 июля порта Одессы и 26 июля Одесской области усилил их. За плешивом есть и старый должок. В 2018 он обязался передать под контроль турецкой армии два сирийских района Манбидж и Тал-Рифат к северу от Алеппо и до сих пор это не сделал. Поездка Эрдогана 5 августа в Сочи будет последней попыткой заставить Москву выполнить договор без стрельбы. Высока вероятность, что на этот раз Москва его выполнит, чтобы избежать Цусимы в Сирии и разрушительного эффекта в РФ. Но это будет такой же отсрочкой, как и уход из Херсона. Правда, в запасе у Кремля есть и план подтолкнуть большую войну Ирана со всеми соседями. Нафти-Геране на это не пойдут, только когда увидят официальное вторжение войск Лукашенко в Украину и оценят итоги первой недели войны РФ с Польшей и НАТО. Честь начать Третью мировую войну Иран предоставляет России. Москва может отсрочить Цусимы в Украине и Сирии, но отсрочить третью, зреющую на газовом фронте с ЕС, будет крайне сложно или невозможно. Но пока эта Цусима еще не настолько актуальна, как две другие, потому что поражающие факторы начнут полноценно действовать только в двадцать третьем году. Кремль может утешать себя, что продает сейчас Европе газа в десять раз меньше, зато в десять раз дороже и вроде как остается при своих. Но это, во-первых, серьезное преувеличение, а во-вторых, временно. Временная в ней высокая цена газа, а падение продаж уже фактор постоянный. Резкий скачок цены с 1600 до 2300 долларов за тысячу кубов на спотовом рынке Европы произошел с 25 по 27 июля из-за снижения до 40% мощности прокачки по Северному потоку-1. Это результат того, что в ЕС никак не могут забыть о существовании газа РФ. Когда забудут и перестанут на него рассчитывать, то цена вернется к 1600 и будет постепенно снижаться по законам рынка. Снизить ее помогут и аресты российских активов в ЕС, возобновившиеся после снижения прокачки. Европейцы логично склоняются к мысли, что россиянцы должны заплатить за войну, которую Москва начала 24 февраля. Заплатить не только украинцам, но и им, так как газовая война – ее составная часть. Поскольку большие работы в Украине по устранению разрушений от российской агрессии явно не тема этого года и даже начало следующего, то замороженные деньги РФ и конфискованные имущества олигархов логично использовать для субсидий по снижению цены газа и торможения инфляции. Такие предложения уже звучат в Европе, это нарушит и план Москвы привести к власти на антиинфляционных протестах таких близких лево-правых авторитаристов. Более того, правые авторитаристы из «Альтернативы для Германии» или фронта Лепен тоже будут требовать конфискаций, чтобы удержаться на плаву. Левым авторитаристам в такой ситуации останется делать то, что умеют лучше всего – пересказывать капитал и другие фантазии Маркса. Москва отреагирует на это волнами своих обычных истерик и угрозой конфисковать всю иностранную собственность в РФ, но по некоторым оценкам около 40% ее ВВП создавали в иностранных компаниях. Так что это будет еще одним пилением Кремлем, сука на котором сидит. Не со всеми можно поступить как с Макдональдс и переименовать его во вкус очка. Кстати, крайне безвкусное переименование, демонстрирующее тупую агрессию и авторитаризм менталитета россиян. Если власть сказала, что вкусно, то нечего и спорить. Европа жить без газа из РФ научится быстро. По-настоящему учиться этому надо всего пяти странам. Австрии, Венгрии, Германии, Словакии и Чехии. Но Газпром, который 80% экспортировал в Европу, без нее так хорошо жить как раньше уже не сможет. То, как в середине лета перекрыли Северный поток-1, свидетельствует о двух факторах. Первый, добыча газа упала настолько, что он может позволить себе такие шалости без ущерба для себя в виде избытка газа, который некуда девать. Это еще одно очень весомое основание, чтобы ЕС забыл о его газе по той простой причине, что у Газпрома его мало. Второй факт. У Кремля сдали нервы, и он начал газовую атаку на два месяца раньше, чем было логично начинать. Не только из-за грозящих цусим в Украине и Сирии, но и потому, что у Газпрома мало газа. Если ЕС все-таки уговорит Украину отдать часть своей территории РФ или, по крайней мере, начать такие переговоры, то потом может выясниться, что у Газпрома нет нужного количества газа, чтобы отблагодарить ЕС, и получится большой конфуз. Москва надеется избежать этого, блефуя и играя на зазорах во времени. Для нее было бы очень удобно начать такие переговоры с Украиной и ЕС в сентябре, а лучше в августе. Затем полноценно качать в Европу газ, а когда среди зимы выяснится, что у Газпрома его мало, то попросить у ЕС вывести из-под санкций газодобычу и призвать европейские компании помочь восстановить добычу на самых льготных условиях. В Кремле надеются, что Европа на это среди зимы пойдет, особенно если ощутит вкус подешевевшего газа и тишины в Украине из-за затяжных переговоров. Кремль посредством июльской газовой атаки на ЕС и сопряженного блефа хочет избежать эффекта цусимы на этом фронте, который начнет проявляться в 2023 году, сразу за аналогичным эффектом от нефтяного эмбарго, вступающего в действие в декабре. Эффект от углеводородной цусимы по результатам можно сравнить с ядерным взрывом в Кремле как центре принятия решений, но без радиоактивного пепла на улицах Москвы. Поэтому не стоит удивляться, что Москва продолжает блефовать, отказываясь забрать из Германии отремонтированную в Канаде турбину для Северного потока и рассказывает сказке, что другие турбины на нем тоже ломаются одна за другой. Это не только блеф из-за грозящих цусим, но и мелкая хитрость, чтобы создать на всякий случай запас из турбин безо всякой уверенности, что они вообще понадобятся. Редактор субтитров А.Семкин